Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение для жителей республики. Бурлон Донайертис, добрый день уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о дополнительных мерах поддержки аграрной отрасли. Отмечу, что тема продовольственной безопасности для нас приоритетная. Я об этом уже неоднократно говорил. Но, как говорят, говорить говори, но дела делай. Так вот, мы действительно не только говорим, но и поддерживаем, и выполняем те обещания, которые давали по поддержке агрария. По моему поручению на поддержку сельского хозяйства из республиканского бюджета мы дополнительно выделяем средства. На этот раз объем их составит 100 миллионов рублей. Таким образом, общий объем финансирования отрасли составит 1 миллиард 400 миллионов рублей. Напомню, что изначально на этот год было заложено чуть более миллиарда рублей. То есть мы наращиваем темпы финансирования именно аграриев. Ну и теперь о самих мерах поддержки. Впервые оленеводческие хозяйства, которые занимаются переработкой, смогут получить субсидии на закуп мяса оленей в убойном весе. На эти цели в бюджете предусмотрено более 44 миллионов рублей. Благодаря государственной поддержке гарантированная закупочная цена на мясо северного оленя вырастет на 140 рублей и составит не менее 320 рублей за килограмм. Об этом мы разговаривали с оленеводами. Они просили увеличить именно закупочную цену. Потому что уже в приграничных с нами регионах цена эта растет. Ну и соответственно нам нужно было поднимать цену. Что мы и сделали. В этом году хозяйство ПСК Оленевод и агрокомплекс Интапри Полярная планируют закупить у оленеводов 317 тонн сырья. Более 36 миллионов рублей планируем направить в качестве возмещения части затрат на производство и реализацию товарного молока. Дополнительная поддержка позволит нарастить объемы реализации молока до 41 тысячи тонн. Ну и сохранить молочное поголовье в личных подсобных хозяйствах граждан наших. Ну это очень важно. В одном из предыдущих обращений я упоминал, что в этом году мы окажем дополнительную поддержку аграриям, которые расширяют площади под посадку картофеля не менее чем на 20%. Такие хозяйства имеют право получить аванс на посевную по 120 тысяч рублей на 1 гектар. Отмечу, что данный вид поддержки оказался очень востребованным среди сельхозпроизводителей. Мы этому очень рады. Аграрии увеличили площадь на 170 гектар, хотя изначально планировали увеличить всего на 30 гектар. Ну вот, соответственно, если мера поддержки действительно востребована, то вот такая ответная реакция у аграриев. И мы, повторяю, очень в этом заинтересованы. Тем самым мы возместим производителям все затраты, связанные с посадкой картофеля и овощей на прирощенных площадях. На эти цели в бюджете республики мы заложили более 19 миллионов рублей. Теперь еще несколько слов о бюджетном кредите и о поддержке, которую получает наш регион из федерального бюджета. В ближайшее время в республику поступят средства из федеральной казны в размере 2 миллиарда 861 миллион рублей. Нам предоставлен бюджетный кредит под 0,1% годовых. Что это позволит? Ну, это в первую очередь мы закроем коммерческий долг по ценным бумагам и банковским кредитам. И срок погашения, который попадает на период с марта до конца 2022 года. 1 миллиард 23 миллиона из этой суммы мы направим муниципалитетам на погашение их долговых обязательств по банковским кредитам. Это очень важно, потому что муниципалитеты сегодня тоже просят этой поддержки. Ну и возвращать бюджетный кредит, предоставленный из федерального бюджета республика, будет с 2025 по 2028 годы. Что тоже, в общем, очень хорошая отсрочка. Ну и я с этого начал очень низкий, ну практически беспрецедентно низкий процент, 1,1 годовых. Другими словами, федерация заместила нам рыночные займы более дешевыми бюджетными кредитами. Ну и благодаря этому мы сократим расходы на обслуживание государственного и муниципального долга. Высвободим средства, которые в дальнейшем сможем направить на социальные расходы, ну а также на поддержку и развитие нашей экономики. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok